Привет, я Николай Абольский и я очень счастлив оказаться московским «Динамо». Николай Абольский стремительно прогрессирует в системе московского «Динамо». Еще прошлой зимой он становился лучшим бомбардиром Академии имени Льва Яшина. А спустя год воспитанника «Белоголубых» пригласили на первые сборы основной команды. Из 26 футболистов, проходящих подготовку к рестарту чемпионата под руководством Станислава Черчесова, Абольский самый молодой. 14 января ему исполнилось 18 лет. Форварду, безусловно, еще нужно проделать огромный объем работы, чтобы конкурировать за место в составе с Кокорином и Курани. Но уже сейчас Абольский делает все, чтобы быстрее адаптироваться во взрослом футболе. На поле во время занятий он не теряется и хладнокровно реализует свои моменты. Много что могу. Это, конечно, совершать атаки. И также могу играть в пас и для партнеров. В первой тренировке волновался, можно сказать. И сейчас не без этого. Но хороший коллектив помогает. Никто не пихает. Только поддерживает. В Альбунае и Куране показывают, как относятся к делу. Я учусь у них. Правильное отношение к футболу. Прежде всего, понимание футбола. Техники, конечно же. Обгрыж, удары. Каждый день я могу сказать, что я узнаю что-то новое. А так, в целом, больше, наверное, прибавлю в уверенности. И в молодежной команде буду более увереннее. В дубле «Динамо» Обольский выступает полгода. В стартовый состав команды Дмитрия Хохлова нападающий пробился под конец первой части чемпионата. Перед зимним перерывом форвард отметился дублем ворота сверстников из Амкара. Забивать мячи и выигрывать титулы Обольский привык со школьной скамьи. Чемпион Москвы три раза, серебряный призер. Ну и на Кубке России серебряный призер и два раза бронзовый. Мой самый удачный сон был в «Московском динаме» в Академии. Я забил 32 гола за сезон. В 16 лет, думаю, неплохой показатель. Мой конкурент был, он забил 30. Конкурент, конечно, и «Спартака». Отдать должное надо партнерам по команде. Много хороших передач было. Ну и сам немного забил. В футбол я попал с очень раннего возраста. С 5 лет. Ну, начинал в Туле. Папа играл в футбол, и поэтому сразу тоже хотел играть. В «Динамо» я оказался в 11 лет. Меня пригласил Кирилл Александрович Новиков. Он увидел на турнире меня и брата. И пригласил на просмотры. Проходили около двух недель просмотр. И тогда нам сказали, что, ну, вы подходите. Появление своих воспитанников в главной команде для болельщика праздник. А с таким отношением к родному клубу и к делу, как у Николая, фамилия «Больский» должна звучать на трибунах громко. Московская «Динамо» для меня сейчас, я думаю, это вся жизнь. Потому что они взяли меня в самом раннем возрасте и дали, можно сказать, почти все, чтобы я стал более-менее нормальным футболистом. И по сей день я тренируюсь и каждый раз получаю новые умения и новые знания в футболе. С патриотизмом, с клубом, мне кажется, у меня все отлично. Потому что очень много предложений от разных клубов, но даже ничего не рассматриваю и говорю, что я сейчас в «Динамо». Банк ВТВ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВДБ.